всем привет на сей раз я помню что это седьмое видео сегодня будем писать акрилом либо гуашью либо темперой либо любой кроющей краской принципе можно даже маслом если вы выберете масло для этой конкретной картины главное помнить о том чтобы слой был такой тоненький очень тоненький не считая конечно пен так вот сегодня пишем любой кроющей краской в моем случае это акрил картина очень красивая море чайки была какая-то песня где одновременно из два слова короче немножко айвазовского но совсем щепотка скажем так картина очень красивая и как ни странно очень простая то есть если понять принцип написание волн то ничего сложного нет абсолютно ничего сложного я на сто восемьдесят пять процентов уверена что у всех все получится по поводу палитры и цветов я нарочно не сказала какие конкретно цвета у меня потому что в любом случае все мы пишем разными наборами более того в данном конкретном случае возможно даже разными материалами я имею ввиду гуашь темперу акрил или масло грубо говоря синий бирюзовый ультрамарин ну все-таки ладно ультрамарин он как бы и в африке ультрамарин что это за вот откуда это просто желтый белый черный несколько синих какой-нибудь бирюзовый кисти должны быть те которыми просто удобно писать которыми удобно писать именно вам мне кажется я должна была вести какой-нибудь магазин на диване по поводу бумаги не обязательно писать на бумаге то есть принципе можно взять холст например или какую-нибудь грунтованную доску вообще любую поверхность то есть в случае с кроющими красками мы вольны выбирать любую поверхность написания это не обязательно должна быть бумага но если вы выбираете бумагу соответственно это должна быть плотная бумага потому что понятно что она копейки а4 ну такое еще один момент мне безумно приятно когда вы пишете мне в инстаграме ну и в ютюбе тоже в комментариях но когда в инстаграме вы присылаете мне свои картины это прям как медок на моем сердце серьезно я прям обожаю этот момент если вам понадобится какой-то совет или мнение вы действительно можете присылать мне свои работы в инстаграме говорить полинка подскажи чего исправить ну или просто полинка я сделал мне будет очень приятно действительно я очень радуюсь когда вижу в директе эти сообщения с этими картинками это прям обожам ну и естественно вопросы внизу под видео никто не отменял а вообще я болею и мне кажется по моему внешнему виду это как бы легко заметить я очень надеюсь что видео будет полезным но и такую картину не стыдно даже подарить работой я украла эту фразу у ивана мутбинта и считаю что это классно в конце видео как бы вот степень моей оригинальности можно оценить ничего не знаю я сама это придумала ну что начнем для начала что нам понадобится во-первых довольно плотная бумага можно взять акварельную либо картон я приклеила скотчем по периметру из кистей у меня здесь пять штук это все синтетика по номерам я сказать не могу потому что это довольно индивидуальное дело поэтому каждый выбирает для себя самое главное большая средняя маленькая карандаш самый обыкновенный той мягкости которая ближе вашему сердцу за кадром стакан с водой тряпочка или салфетка кому как удобнее и палитра берем карандаш и начинаем размечать основное что нам нужно наметить и это линия горизонта она должна быть абсолютно горизонтальная без какого-либо наклона и две линии полны также можно наметить камни но в принципе это не обязательно их можно написать уже собственной кисточкой по ходу закончились разметкой карандашом приступаем к цвету в самом верху небо наиболее яркое затем чем ближе оно к линии горизонта тем она более светлой и более бирюзовая тем не менее важно не переборщить с яркостью неба поскольку впереди у нас еще море а как известно вода она точнее отражение в воде она всегда темнее чем сам объект заполнили небо цветом сделали очень мягкий переход и приступаем к морю наша задача сделать море наиболее светлым у линии горизонта но оно должно быть темнее чем само небо постарайтесь подобрать довольно лазурный свет избегая таких жухлых цветов заполняем пространство между линии горизонта и верхушкой первой волны здесь чем ближе к волне тем темнее поверх можно добавить все более светлых горизонтальных бликов на воде теперь к предыдущему цвету который мы смешали для моря мы добавляем немножко желтого и заполняем пространство под изгибом волны должен получиться такой благородный изумрудный цвет главное в этом месте не слишком темнить теперь предыдущему цвету мы добавляем немножко синего чтобы затемнить его и прописываем темную сторону нашей волны очень важно чтобы переход от одного цвета к другому был крайне безумно потрясающе плавно теперь берем бирюзовый немножко приглушенный синим и прокрываем все пространство от самой темной части нашей волны к верхушке следующий я хочу еще немного затемнить пространство под гребнем волны поэтому добавляю чуть-чуть темно такого синего смешиваем еще более темный изумрудный зеленый и прокрываем поверхности под гребнем второй волны добавляем немного белого осветляем цвет и прокладываем его во-первых под гребнем волны а во-вторых на сам гребень единственное для гребня добавляем чуть больше желтого снова смешиваем темный изумрудный и теперь нам нужно прописать самую темную часть нашей волны для этого в какой-то части можно даже добавить капельку 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 черного главное не переборщить чтобы не было серо грязного цвета мутного теперь берем темно лазурный с примесью бирюзы и прокладываем всю оставшуюся часть моря для берега в уже имеющийся цвет можно добавить немножко коричневого и наносить его горизонтальными движениями с такими легкими пробелами самое время приступать к облакам для этих дел у меня есть старая распушенная кисть которой я не выбрасываю на самом деле у меня их много не на одну не поднимается рука выбросить в помойку в общем я беру эту распушенную кисть не обмакиваю ее воду сухую абсолютно кончики макая в белую краску и как бы втираю ее в лист также нужно чисто белым пройтись по линии горизонта так вот я круговыми движениями втираю краску в лист как бы создавая объемные пушистые облака верхушки облаков оставляем белые а вот в серединку можно добавить слегка голубоватый цвет также по желанию облака можно добавить немножко тени добавив к белому чуть-чуть черного но главное не переборщить как это сделала я вместо черного можно взять немножко какого-нибудь фиолетового и это только разнообразие цветовую палитру картины снова берем белый с легкой примесью голубого и точечными движениями наносим пену вот здесь тоже очень хороша кисточка которая видала виды с распушенным ворсом потому что она создает эффект брызг на шапке волн по направлению закручивания волны стоит добавить несколько белых штрихов имитируя пенную сетку покончили с пеной на гребнях волн переходим к той самой сетки пены которая образуется при приливе волны к берегу берем очень тонкую кисточку разводим белую краску достаточно жидко для того чтобы она получилась прям такой жидкой но не капала с ворса и для начала делаем горизонтальные линии ближе к линии горизонта то есть это те волны которые нам вроде как видно но какие-то их там хребты и их гребни нам не видны затем будто бы трясущейся рукой мы наносим сетку пены непосредственно возле берега это должна быть такая горизонтальная линия для начала которая скачет будто кардиограмма главное не делать очень вертикальные линии в этих скачках кое-где недалеко от камней можно наносить и более толстые такие жирненькие штришки имитируя сгустки пены заходим штрихами и на берег то есть теперь единственное место которое не покрыто краской это камни и непосредственно под гребнем волны можно брать чуть более серый цвет для этой сетки имитируя тень то есть тень от пены на фоне самой воды теперь я снова смешала темно-бирюзовый цвет и хочу добавить немножко тени от пены то есть от самого большого скопления этой пены на гребне волны самое время для камней так как они играют здесь второстепенную роль и я особенно не запариваюсь с их написанием поэтому просто смешиваю достаточно светлый коричневый и прикрывая этим цветом те части камня на которые падает свет в моем случае с левой стороны теперь беру темно-коричневый к нему можно добавить немножко синего для того чтобы это был более благородный цвет и заполняю правую сторону камня самое главное не делить камень ровно пополам и не делить его четкой вертикальной линии то есть должна быть как это ломаная линия не посередине камня достаточно темно-синим я прописываю тень под камнем естественно с теневой стороны она должна быть во первых сбоку а во вторых немножечко под самим камнем то есть внизу в принципе на этом можно было бы остановиться но мне хочется добавить сюда двух хотел сказать ворон двух чай в процессе написания чайки самое важное не делать угол между ее крыльями 90 или меньше градусов сначала тело чайки прописываем белым а затем крылья чуть-чуть затемняем светло-светло серым на кончиках можно добавить немножко черного ну что на этом все надеюсь мой урок был полезен и доступен для понимания если все-таки остались какие-то вопросы я с удовольствием отвечу на каждое из них под этим видео поэтому пишите не стесняясь и надеюсь я буду снимать видео чаще